Привет зритель, ставим лайки и поехали! Согласно народным поверьям, 18 сентября считали несчастливым, но зато говорили, что все гадания и предсказания оказываются правдивыми, а потому успешили посетить гадалок и знахарей. 18 сентября принято было топить баню и париться в ней, чтобы быть здоровыми в течение всего года. В православной церкви 18 сентября почитается память Елизаветы и Захария, родителей Иоанна Крестителя. Согласно преданию, Елизавета была двоюродной сестрой Марии и вместе с мужем жила в Хевроне. Несмотря на долгие годы жизни вместе, супруги не могли зачать ребенка вплоть до преклонного возраста. Однажды Захарий удалился в пустыню, и там ему явился ангел, который открыл старцу, что совсем скоро у них появится ребенок, которого нужно назвать Иоанном. Священник не поверил в это, и ангел сказал, что Захария лишится дара речи вплоть до рождения сына. Так и произошло. Захария снова стал говорить, когда взял на руки младенца Иоанна. В то время в отношении христиан постоянно организовывались гонения, а потому Елизавете вместе с ребенком пришлось бежать из города и долго скрываться в пустыне. 18 сентября считали подходящим для гаданий. Девушки в селе гадали на суженого и хотели узнать свою судьбу. Также принято было выгонять кумоху или лихорадку березовыми вениками. Считалось, что нечистая сила никого не побеспокоит зимой после проведения данного обряда. Говорили, что человек, рожденный на Захарию и Елизавету, обладает сверхъестественными способностями. И злые духи его не трогают. Поэтому такие люди часто работали пастухами, чтобы защитить стадо от диких зверей. Кроме того, верили, что если такой человек накосит сено, то животные будут есть его с особым удовольствием, а коровы станут давать вкуснее молоко. Также 18 сентября отмечают день преподобного мученика Афанасия Брестского, жизнь которого прошла на русских землях, находившихся под управлением Речи Посполитой. Народные приметы на 18 сентября. Гадания и предсказания в этот день непременно сбываются. Листья пожелтели раньше положенного срока. Примета того, что осень будет ранней, а зима суровой. Если человек родился 18 сентября, то его талисманом является камень Амазонит. Если 18 сентября листья рябины пожелтели, то зима наступит рано и будет холодной. Много ягод на рябине, по приметам будет дождливая осень. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.